Здарова, я сейчас под действием рецептурного препарата мертозапин канон, одна таблетка 45 миллиграмм, там есть 30 миллиграмм, есть 45. Да, она вызывает желание поесть, думаю я куплю себе в магазине готовый обед, там картошка с котлетой поем и лягу спать и проверю через какое время я проснусь я так, ну, думаю, что через три часа сна ещё у меня усилилось носу, сосуды дышать стало тяжелее, расширились. Забыл как называется эта болезнь, когда внутри сосуды расширяются кровью и затруднённые дыхания, особенно в горизонтальном положении. Да, вот сейчас у меня мысли и идеи появились. очень хочется поесть. Хотя видео 10 про фундаментальное переосмысление всей своей жизни они являются главными, главной мыслью, которая у меня появилась. это новый уровень мыслей, новый уровень мыслей для меня. Это хорошо, что я избавился от тех навязчивых переживаний, которые мучили меня всё это время. Я хочу признаться, у меня там были такие мысли, типа, что я полностью побит, разбит и я должен отомстить, что моя жизнь разрушена. и это меня постоянно преследовало, но теперь этого нет, потому что я сам в себе переосмыслил. Да, у меня сейчас вот этот мир тазапин, он там убирает тревожность и это они антидепрессант. Да, он действительно подействовал, я чувствую в голове. И все, он клонит поесть и уснуть. Хочется. 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 Да, мне нужно лишь спать. Да, спасибо. Благодаря вашим донатам теперь хватит, чтобы оплатить интернет на следующий месяц, когда подойдёт время поесть, купить. поем картошку с котлетой, может ещё что-нибудь возьму, посмотрю. Надо было с собой пакет взять, чтобы продукты туда положить. А так да, вселенная, мы скорее всего как в аквариуме у инопланетян, мы живём в изолированном таком мире. Так получается, что мы как бы в аквариуме и вокруг мы не можем видеть никого. Существует великое молчание вселенной на протяжении всего, всех времён. Мы не контактируем с другими цивилизациями в космосе. Мы словно в изолированной такой, как в аквариуме. Да, так бы, если бы, если бы было по-другому, то столько бы было разных цивилизаций, иных миров, мы бы встречали и контактировали. А не так, что мы замкнуты на своей земле, только делаем робкие попытки освоить космос. Нам даже не потребовалось колонизировать Марс или на Луну летать. Люди раньше думали, что после первой высадки на Луну, через 50 лет, любой человек сможет летать на Луну. Будет летать, как такое лёгкое путешествие будет, космический туризм будет развит. Но на самом деле всё оказалось совсем по-другому. Только в некоторых фантастических фильмах инвалентяне существуют и прилетают к нам. Только в фантастических фильмах. Да, я думаю, надо начать рисовать. Я там подготовил наждачку, постелил газету. Потому что, когда рисуешь мелками сухими, там много от них пыли. Меловой. Да, спасибо тем, кто задонатили. Мой мозг не способен отслеживать причинно-следственную связь того, почему, что я сделал такого правильного или неправильного, что мне задонатили. У меня так не работает мозг. Ну, благодаря вам я сейчас могу в магазин. Сейчас пойду в магазин. Куплю поесть. Но я не пью. Я не буду покупать алкоголь. Мне вообще от него ничего нет. Нету смысла его покупать для меня. В основном все пьют очень много на каждом шагу магазины. Пивные галереи. Причем сигареты там на каждую пачку сделали такой отталкивающий рисунок, предупреждающий о последствиях курения. Но вот с сигаретами они борются, но с алкоголем нет. Нету такого, что на упаковках алкоголя какие-то такие же рисунки и надписи, предупреждающие о вреде, как на сигаретах на всех. Не понимаю почему. И кофеин тоже. В Википедии официально он занесен, ну вот отмечен как, забыл как называется, ну, воздействующее на нервную систему вещество кофеин. Но его вообще не ограничивают. И даже врачи говорят, что пейте сколько угодно, а ничего, ну, говорят, что ничего в этом нет, в кофеине такого опасного. Тоже вот интересно. А вот все остальное запретили. И даже сигареты, ну, на сигареты наезжают жестко.